Привет всем! С Белоруссии, город Гомель. Это мой третий день на родине. Я до сих пор не могу привыкнуть к белорусскому времени. Я вчера уснул, короче, в 6 утра. Проснулся днём в 2.30 где-то. Ну, чуть-чуть лучше, чем ночь прежде, где я проснулся в 3.30 дня. Я потихонечку привыкаю. Я вчера, короче, чуть-чуть больше сориентировался, чуть-чуть освоился. Я пошёл в магазин, копеечка, и сделал такую небольшую покупочку за 25 рублей. Это примерно 10 долларов или там 9 долларов и 70 центов, что-то такое вот. Хочу вам сделать быстрый обзор, что я купил вчера в копеечке. Значит так. Сейчас вам всё покажу. Первая. Мне нужна была рыбочка. Вот. Здесь 700 грамм. Это около килограмма. Вот такая вот рыбочка. И сделана в Брестской области, Республика Беларусь. Вот это класс. Следующее. Для сладостей я купил себе такие вот вафельки. И, кстати, эти были сделаны в городе Минске. 500 грамм, полкилограмма. Вот такой огромный кирпич. Здоровые такие вот. И сейчас я вам скажу цены. Значит, вы можете вот так вот посмотреть. Вот. Копеечка. А я не знаю, где они тут. Ну, ладно. Если вы найдёте, то... Вафли. Ну, короче. Рыба стоила... Вроде бы была... Короче. А, вафли вот я нашёл. Вафли стоили 2 рубля 99 копеек. Это примерно 1,20 доллара. Следующее, что я купил. Вот такой вот супчик с приправой с курицей. Вроде бы это стоило 39 копеек. Это где-то 15 центов или там что-то такое вот в той области. Потом я себе купил вот эти классные чипсики. Бульба. Я их увидел, я сразу понял, я их должен был купить. Вот. Бульба. Такие вот чипсики. И я тоже смотрю, где они были сделаны. Для меня это важное. Нужно поддерживать внутренние компании, которые в стране. Я ничего не покупал с Америки или с других стран. Значит, вот этот вот был сделанный в городе Гомеле. Прямо здесь. Вот так вот. Такие вот с кетчупом. Со вкусом кетчупа. Картофельная соломка. Вот так вот. И 75 грамм. Следующее. Купил себе макароны. Вот такие вот. И белорусский бренд. Народная марка Белоруссии. Вот такой большой пакет. Сколько тут? 900 грамм. Значит, почти килограмм. Вермишель. И опять смотрю. Сделанный в Белоруссии. В Минской области. Тоже наше. Все наше. Следующая покупочка. Эту мы уже показывали. Я вторую купил. Я вот потом купил приправу. Вкусовая. Грибная. Ее можно добавить в вермишель. Вот в эту вот. Которую я купил. Потом яичко кинуть сверху. Подварить его. Будет вообще класс. И последнее. А нет. Еще не последнее. Сейчас еще будет что-то. Купил пряники. 300 грамм. Я уже не сдержался вчера. И уже скушал пару. Вот такие вот прянички. Первый раз белорусские пряники. В 26 лет. И эти были сделаны тоже. В Белоруссии. Минская область. Прекрасно. И последнее. Сейчас я пойду в холодильник. И, кстати, покажу вам. Вот мой холодильник. Я его еще не заполнил. И хозяйка этого дома, кстати, подарила мне яички от ее курьев. Курьей. Вот. И у меня тут еще масло есть. Я даже не знал. И даже есть алия. О, и что вы думаете? Гущеночка. Короче, последнее из моих покупок было вот это вот. Бабушка Аня. Пельменчики. Тысячу грамм. Это целый килограмм. Сделано в Белоруссии. Вот так вот. Ничего с Америки. Ничего с других стран. Даже не с России. Все свое. Но я вам скажу. Там были вещи, которые были в США. Но их было очень мало. И они были очень дорогие. Они стоили в два раза дороже, чем белорусские марки. Вот так вот. Вот такие вот пельменечки. Нежная свинина. Сочная говядина. Вот так вот. Вот такие пельменчики. И сейчас я вам скажу все цены. Пельмени стоили 7 рублей 69 копеек. Это примерно, может быть, 2 доллара и 80 центов. Это вот эти вот большая пачка. Килограмм целый. Вермишель стоила. Вот это вот. Которая вот это вот. Стоила 39 копеек. Соломка. Бульба. Стоили рубль и 59 копеек. Это примерно 65 центов. Вермишель. Вот это вот большая. Да, ой. Сейчас, сейчас. Пропускаем. Что тут еще было? А, селедка стоила 3 рубля и 99 копеек. Это примерно 1 доллар 80 за 700 грамм. Кетчуп я купил, кстати. Я думаю, я забыл вам показать. Да, забыл. Вот кетчуп. Кетчуп стоил рубль и 39 копеек. Это примерно 60 центов. Вот и он был сделанный. Сейчас посмотрим, где. А вот это вот одно иностранное, что я вижу. Сделанный в Украине. Вот адрес производителя. Украина. Город Львов. Вот так вот. Это одно, что было иностранное из всех моих покупок. Так вот. Следующее. А, я еще забыл вам показать. Я купил себе дюшес. Напиток. И клюковый квас я тоже купил. Значит, вейнянский родник дюшес стоил 99 копеек. Это где-то 40 центов. И квас с клюквой стоил рубль 99 копеек. Это примерно 1 доллар 60. Вот так вот. Сейчас я вам покажу напиток. А, вот они. Я прямо перед моими глазами. Вот набиточки. Так вот. 2 литра. Очень большая банка. И изготовитель. Могилевская область. Город. Короче, Беларусь. Сделанная в Беларуси. И я уже вчера имел чуть-чуть этого вкусного кваса. Очень был вкусный. Квас клюква. И вот этот вот был сделанной. Где? Сейчас мы посмотрим. Республика Беларусь. Так что даже этот сайт есть. Ну все. На этом все. На этом все. Короче, насчет обзора. Да, и как я говорил, я потратил 25 рублей. Это где-то 10 долларов в том... В той области. Да. И мне очень магазин понравился. Я чуть-чуть начал понимать людей здесь, что мы все простые. Так что сегодня у меня план пойти поменять валюту. Мне надо поменять еще какие-то доллары. Чтобы у меня было больше рублей в кармане. Хочу себе купить рюкзак. Чтобы я мог носить мой штатив, мою камеру. Чтобы там мои деньги были. Чтобы мне на руках ничего вот этого не носить. Так что вот такой мой план. Купить себе рюкзак. И поменять еще доллары в рубли. Вот такие дела. И попробовать сегодня пойти спать пораньше. Где я могу начинать привыкать к этому времени. Ну все, ребятки. Ребятки. Спасибо, что посмотрели. Увидимся скоро. Пока. Сейчас буду пить клюковый квас. С Белоруссии. Вкусняшка. И буду кушать пряники. Клюковый квас. И белорусские пряники. Вкусняшка. Той березка, то рябина. У строки ты над рекой. Край родной, наех любимый. Где найдешь еще такой? Край родной, наех любимый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова